Во время таяния снега и во время проливных дождей по этой улице практически невозможно пройти. Зачастую родители детей, которые ходят в школу, а школа находится больше трех километров отсюда, вынуждены вызывать такси, чтобы вывезти детей до улицы, где имеется твердое асфальтовое покрытие, и после этого они идут в школу. Жители поселка утверждают, много раз обращались к местным властям с просьбой отремонтировать хотя бы часть дорог. Но решения проблемы до сих пор нет. Люди написали коллективное письмо в Народный фронт. Активисты отреагировали и приехали в поселок, чтобы оценить масштаб проблемы. После осмотра фронтовики пообщались с главой муниципального образования и выяснили, денег на дорожный ремонт не хватает. В год на эти цели есть только 3 миллиона рублей. Наше муниципальное образование, одно из самых больших муниципальных образований Гусев-Рустального района, состав входит в 18 населенных пунктов и, соответственно, самая протяженность дорог самая большая. И основная проблема при содержании дорог – это то, что невозможно одномоментно в один год отремонтировать все и сразу. По данным Народного фронта, в Гусь-Хрустальном районе заасфальтировано всего 8% дорог. Остальные обеспечены грунтовым покрытием. В Уршельском ситуация одна из самых сложных, поэтому активисты обратились в профильное министерство, чтобы сдвинуть дорожный вопрос с мертвой точки. Продолжение следует...